Ракушки отдыхают Раки-отшельники растут, а значит они должны находить все новые и новые раковины, пока не найдут ту, которая подходит. Можно сказать, что поиск подходящего жилья – это главная забота их жизни. А в тех областях, где подходящих раковин не хватает, возникает жесткая конкуренция. Это может быть или драка за желаемые раковины, или насильное выселение других раков, и даже намеренное нападение на улиток, чтобы завладеть их домиками. В последние годы раки-отшельники с трудом находят свой дом. Почему? Не хватает раковин. Люди собирают большое количество ракушек на пляжах, тем самым лишая раков возможности найти дом. Представим, если у нас есть 10 пустых ракушек и 8 раков-отшельников, тогда все в порядке. Но как только мы вырвем 5 раковин из природы, 3 рака останутся ни с чем. Им приходится жить в ракушках, которые для них слишком малы. Другим приходится обращаться ко всевозможным альтернативам, которые далеко не идеальны. Вместо раковин их дома превратились в бутылки, пластиковые стаканчики, крышки от бутылок и другой мусор. Вы наверняка будете плакать, взглянув на это. Еще страшнее то, что пластиковые емкости и использованные шины становятся смертельной ловушкой для раков-отшельников. Легко попадая внутрь, они уже не в силах выбраться обратно. Поэтому мучительно умирают от обезвоживания и постоянного пребывания на Солнце. Недавнее исследование показало, что только на двух тропических островах в южной части Тихого океана каждый год умирает больше полумиллиона раков-отшельников, попадая в пластиковый мусор. Чтобы помочь этим несчастным ракообразным, неравнодушные люди работают над решением проблемы нехватки жилья. Они создают искусственные раковины с помощью 3D-принтеров, тем самым протягивая руку помощи ракам-отшельникам. Раковины сделаны из кукурузного или картофельного крахмала, который абсолютно безвреден для окружающей среды. А мы убедительно просим вас не забирать ракушки с берега моря. Они обязательно найдут своего маленького, десятиногого хозяина.